Всегда быть на страже порядка и ответственно выполнять свою работу. Мария решила выбрать такую сферу деятельности еще в школе. Сначала она работала в милиции, потом в полиции и вот теперь несет свою службу в Росгвардии. Сегодня в день вне ведомственной охраны ей присвоили звание капитана. И коллектив вдохновляет. У меня очень замечательный коллектив. У меня очень хороший командир батальона, который вдохновляет на работу, который является примером для меня, подражанием, есть к чему стремиться. Трудности есть в любой работе и в нашей тоже. Без них никуда, к сожалению. Но стараемся, преодолеваем. Одинцовский отдел вне ведомственной охраны создан 20 октября 1972 года. До апреля 2016 он подчинялся Министерству внутренних дел Российской Федерации. После создания Федеральной службы войск Национальной гвардии структурные подразделения вошли в ее состав. Хотел бы выразить слова благодарности моему коллективу. Огромная поддержка с его стороны в становлении нашего подразделения, в работе, качественной, грамотной работе. Здесь работают профессионалы, преданные своему делу. Огромные слова благодарности нашим ветеранам. У нас сильная ветеранская организация. Возглавляет ее Баранцев Игорь Павлович. И активно ее расширяет во взаимодействии с ветеранской организацией МВД. Поздравления для сотрудников, слова благодарности и, конечно же, награждения тех, кто ответственно трудится на благо своей страны. Многие уже много лет несут свою службу и вспоминают о ней с особенной теплотой. Общение с народом. То есть, получалось, что я ездил по организациям и когда санитарные зоны, и когда антитеррор. То есть, наша цель техническая укрепленность и оборудование всех объектов охраны и сигнализации. Одинцовский отдел вневедомственной охраны – самый большой в Подмосковье. Главное направление их деятельности – охрана государственных объектов, мест проживания и хранения имущества граждан. Сейчас в отделе трудятся около 200 сотрудников. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.